Сельхоз производителей Сургутского района в конце марта получат субсидию на развитие отрасли. Это часть многолетней программы по развитию агропромышленного комплекса. Только за прошлый год местные фермеры реализовали более 2000 тонн молока, 200 тысяч яиц, около 8500 тонн мяса. Крупнейшее предприятие района – Белоярская птицефабрика. Ее мощность – 20 тонн продукции в день. В ассортимент входят более сотни наименований. Птицефабрика сотрудничает со школами, детскими садами. Представлена практически во всех сетях и имеет свои розничные павильоны в городе и районе. А в ближайшее время здесь собираются еще больше расшириться, построив новые цеха. На данный момент, если рассчитывать из нормы килограмм на человека, продукции, мы обеспечиваем порядка 10% всего Ханты-Мансийского автономного округа. То есть есть еще потенциал для дальнейшего развития. У них на складах порядка 200 тонн продукции, именно в замороженном виде. Птицы производят, соответственно, полуфабрика, то есть птицы находятся. Кроме того, естественно, они в том числе сделали моложение стада по птице. И у нас, я думаю, с яйцом тоже проблем не будет. Поэтому все остальные сихольцеваропроизводители, которые работают на территории района, тех же КФК, они не снижают объем. Дети из Донецкой Народной Республики приступают к учебе в Югре. Об этом рассказал во время прямого эфира директор Департамента образования и науки Югры. Алексей Дрянин отметил, что школы готовы к дополнительному приему учеников. Напомню, в Югру около двух недель назад прибыли больше 70 жителей Донецка. Большинство из них – это дети. Также во время прямого эфира директор окружного девобразования заметил, что в Югре сохраняются все выплаты для педагогов, стипендии для российских студентов. Иностранные же студенты для получения стипендии смогут оформить карты платежной системы МИР. Во время онлайн-встречи Алексей Дрянин ответил на вопросы югорчан, которые они задали в соцсетях. Например, рассказал, как можно поменять список предметов для сдачи ГИА и ЕГЭ. Изменить перечень предметов можно, но обращение должно быть обоснованным. Для того, чтобы изменить перечень дисциплин, нужно обратиться туда же, куда вы обращались, когда подавали заявление, то есть в свою образовательную организацию, либо в орган управления образованием муниципальной, и написать заявление на имя председателя государственной экзаменационной комиссии, то есть на имя мое. Дальше комиссия рассмотрит. Добавлю, в Югре работают круглосуточные горячие линии по оказанию психологической и иной помощи детям, студентам и взрослым. Со своим вопросом можно обратиться по телефону доверия 8 800 200 01 22. В Сургутском районе с 1 апреля стартует кампания по зачислению первоклашек в Югру. В этом году образовательные учреждения муниципалитета планируют встретить более 2000 учеников первого класса. Это на 200 человек больше, чем в прошлом году. О том, как записать ребенка в первый класс, родители могут узнать на портале госуслуг или на сайте ближайшей школы. Сделать они это должны до 30 июня. Детей будут распределять в зависимости от места жительства. За каждым образовательным учреждением закреплена определенная территория. Тем же, кто желает отдать своего ребенка в другую школу, потребуется написать заявление. Образовательные организации, не закрепленные за территорией, они смогут с 6 июля и до 5 сентября подать заявление. И при наличии свободных мест дети будут зачислены в эту образовательную организацию и будут обучаться. Если таковых мест не будет, значит, департамент образования будет обеспечивать условия для обучения детей в тех образовательных организациях, где будут свободные места. Сургутская ГРЭС-2 взяла курс на импортозамещение. В рамках этой программы здесь разрабатывают новые методики замены оборудования. Для этих целей привлекают отечественных производителей, продающих те же запчасти за меньшую цену. Специалисты компаний также участвуют в выставках и форумах, где российские производители представляют свое оборудование. С помощью этого метода на энергоблоках ПГУ в Сургуте установили гибкие металлические рукава для подачи топлива. Замена всех таких рукавов на отечественные позволит сэкономить около 10 миллионов рублей. Югурские кардиохирурги сделали рекордное количество операций на открытом сердце. В прошлом году в кардиохирургическом отделении ОКБ Ханты-Мансийска провели 678 операций. 349 из них на открытом сердце. За все 17 лет существования отделения это число является рекордным. Департамент здравоохранения Югры также отметил, что в 2021 году кардиохирурги провели две первые в Югре и Тюменской области трансплантации сердца. Российские школьники смогут за полцены проехать летом на поезде. Российские железные дороги предоставили 50-процентную скидку всем пассажирам от 10 до 17 лет на проезд в общих сидячих и плацкартных вагонах поездов федеральной пассажирской компании на время летних каникул. Возраст пассажира определяется на день начала поездки. Оформить билет можно на официальном сайте РЖД с помощью мобильного приложения, либо в билетных кассах. С начала спецоперации на Украине в Югре сократилось количество дистанционных мошенничеств. Так, с 24 февраля по 20 марта зарегистрировано 180 случаев. У югорчан злоумышленники смогли похитить почти 33 миллиона рублей. За аналогичный период прошлого года эта цифра превышала 46 миллионов рублей. Что же касается обращений, то их тоже было больше. В прошлом году зарегистрировано 311 случаев мошенничества. Полиция просит всех граждан быть бдительными, особенно в финансовых вопросах, и не верить незнакомцам, кем бы они не представлялись. Если ранее незнакомцы, называющие себя представителями банков, пытались просто узнать данные вашей карты, теперь предлогом для этого служит информация об отключении российских кредитно-финансовых учреждений от международной платежной системы. Среди других причин для звонка – вероятность якобы предстоящего полного запрета на снятие наличных денег со счетов, либо глобальной блокировки банковских операций в результате введения санкционных ограничений. В Нефтьюганском районе в ДТП погиб водитель ВАЗа. Это произошло накануне вечером. Мужчина двигался по дороге Нефтьюганск-Мамонтово и, по предварительным данным, не справился с управлением. Его ВАЗ занесло на встречную полосу, где он влетел в КАМАЗ. Водитель легковой машины скончался на месте. Всего же за минувшие сутки в Югре зарегистрировали 6 ДТП, в которых пострадали 5 человек, 1 погиб. Кроме того, полицейские задержали 8 водителей в состоянии опьянения, трое от освидетельствования отказались. Еще один сел за руль пьяным не в первый раз. За встречку к ответственности привлекли 19 человек, правилами перевозки детей пренебрегли 25. Перебоев с льготными лекарствами в Югре не ожидается. О ситуации с медикаментозным обеспечением рассказали сотрудники Югорской городской больницы. Все лекарства есть в наличии в нужном количестве. По словам медиков, пациенты по-прежнему могут получить необходимые препараты в аптеке на первом этаже заведения. Как правило, это касается жителей заболеваниями системы кровообращения, эндокринной системы, а также сахарным диабетом. Кроме того, из-за пандемии коронавируса механизм обеспечения льготными лекарствами обзавелся и дистанционным форматом. Чтобы получить свой препарат, достаточно назвать в аптеке номер СНИЛСЯ. Выписывают рецепты после назначения врача и определения плана лечения в специализированном кабинете. Уже оттуда электронный рецепт отправляют непосредственно работникам аптеки. Ситуация вообще с лекарственным обеспечением в больнице и с льготным лекарственным обеспечением стабильная. Все те закупки, которые должны были произойти опережающими торгами еще в конце прошлого года в округе, они были произведены. Лекарственные препараты в достаточном количестве с учетом наших заявок поступили на склад аптечной базы и будут, так скажем, по назначению врачей выдаваться вот в этом обновленном аптечном пункте. Ажиотажа никакого нет, напряжения, дефицита лекарственных препаратов тоже нет. Это субботнее утро для Евгения Корчемкина началось нетипично. Вместо сна в теплой постели юноша отправился на детскую площадку с ломом и лопатой в руках. Евгений учится на энергетика, занимается общественно-политической деятельностью, но на этот раз перед ним и другими участниками акции стояла непростая задача – очистить от снега детскую площадку. Самое сложное, наверное, то, что снег сейчас – это лед, его нужно отдолбить и выкинуть. Также, как-никак, это вес, тяжелая масса, и это очень тяжело. Это очень тяжелый и важный труд, потому что, когда мы просыпаемся, едем на работу или в школу, город уже чистый. Около 20 молодых гвардейцев вместе с высшими должностными лицами управляющей компании «Диалог» в это утро не только отдали дань уважения дворникам, но и в полной мере прочувствовали на себе сложность и важность этой работы, что было особенно актуально в преддверии Дня работников ЖКХ. Хотелось бы довести до сведения именно и приурочить к этому празднику именно то, что вот эта работа, она достаточно непростая, и профессия эта достаточно непростая, потому что все мы хотим жить хорошо, удобно и комфортно, но мало кто имеет такую активную позицию, чтобы, ну, допустим, не сорить, не мусорить. Активной социальной позицией придерживается и сама управляющая компания «Диалог». «Диалог» — это одна из крупнейших управляющих организаций города, и здесь важен каждый сотрудник, в чьих руках чистота и порядок во дворах Нижнего Артовска. Кроме того, не менее важно для предприятия доносить это и до молодого поколения, тем самым воспитывая уважение к чужому труду. «Мы с этим справились!»